Окончание учебного года – время подводить итоги и сравнивать личные результаты работы, проделанные за год. Спортивные достижения – не исключение. 25 мая на стадионе «Атомтранс» прошло открытое первенство по легкой атлетике среди младших воспитанников спортивной школы города Десногорска. Небольшая разминка перед стартом – основной этап забега. Хорошо разогретые мышцы не только защитят участников от травм, но и помогут некоторым из них прийти к финишу первыми. Сегодня на старте ученики начальной школы, но правила бега им знакомы не понаслышке. А это как никогда важно, ведь впереди пять дистанций разной протяженности – 30, 60, 200 и даже 400 метров. Забеговые расстояния распределялись на основе возрастных групп – самая длинная дистанция для ребят 11-12 лет. В первый раз свои силы на спринтерской дистанции в 30 метров испытывали и самые юные школьники – 2013-2014 годов рождения. Чем раньше мы начинаем проводить соревнования внутри школьного характера, тем они быстрее набираются опыта. И когда мы уже находимся в пятом, шестом классе, в седьмом классе, они уже не так теряются на соревнованиях, когда мы выезжаем на областной уровень. Всего в забеге приняли участие более 50 человек. Это ученики трех учебных организаций – школ номер один, номер два и номер три. С самого раннего возраста они понимают, какое место в их жизни занимает спорт и почему они выходят на стартовую линию. Нравится бегать быстро, спортом люди занимаются. В каждой забеговой группе было три призовых места. Победители получили грамоты и медали. Для семилетнего Лени первая в его спортивной жизни награда за первое место стала неожиданным, но приятным сюрпризом. Я думал, что я не одержу победу, потому что все там быстро бегают. Я думал, вот, оказывается, не быстро. Упорство в спортивной борьбе и стремление быть первым – залог высоких результатов и побед в будущем. А развить в спортсменах эти качества помогает организация внутришкольных соревнований. Ксения Ложкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.